Покупателям недвижимости приготовиться. Бизнесу грозят массовые банкротства. Как это повлияет на сделок с недвижимостью? Именно эту тему я разберу видео. Здравствуйте, рад видеть вас на канале Приоритеты с юристом. Меня зовут Евгений Корсакин. Переходим к теме. Итак, прекратил действовать мораторий на инициирование процедуры банкротства. Закончил он действовать 1 октября. А за октябрь и ноябрь значительно увеличилось число обращений кредиторов с целью начать процедуру банкротства своих должников. Банкротство напрямую касается рынка недвижимости. Следует рассматривать данную процедуру в двух аспектах. Первое. Начнутся торги по реализации имущества должников. Можно будет приобрести недвижимость с дисконтом. Второе. Финансовые управляющие начнут оспаривать сделки банкротов. Под оспаривание попадут все сделки, совершенные должником за три года до принятия заявления о начале процедуры банкротства. Это означает, что покупатели недвижимости должны быть готовы отразить атаку на их собственность в суде. И еще. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который будет защищать покупателей жилья при недействительности сделок из-за банкротства продавца. При реализации квартиры на торгах деньги будут переданы покупателю, если будет принят такой закон. Сейчас покупателю деньги передаются только после удовлетворения требований кредиторов первых трех очередей. Неизвестно, будет ли принят этот закон в трех чтениях и когда он будет действовать. Также непонятна сама практика его применения. Поэтому покупателям не стоит полностью на него полагаться. Стоит ориентироваться на уже сформированную судебную практику от порывания подобных сделок. Покупатель может защитить свою недвижимость, только если он будет признан добросовестным приобретателем. Давайте рассмотрим критерии для признания покупателя добросовестным. Первая сделка должна пройти по рыночной цене. Допускается отклонение в пределах 20%. Никаких занижений в договоре купли-продажи. Второе. Расчет следует проводить в безналичной форме, чтобы было легче доказать его существование. Третье. Продавец и покупатель не должны быть знакомы до сделки. Четвертое. Покупатель должен иметь подтверждение легальности происхождения у него денежных средств для покупки этой квартиры. Пятое. Нужно иметь доказательства проверки квартиры и продавца до заключения сделки. Это подтверждается наличием выписки из ИГРН, заверенных нотариусом сведений из сайта судов, долгов по сайту ФССП и реестра сведений о банкротстве. Также не лишним будет заказать сведения о долговой нагрузке продавца. Для консультации по теме мои контакты найдете в описании. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, берегите себя и свою недвижимость. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!